Здравствуйте дорогие друзья! Не успели мы отойти от одного обновления и тут же подступает следующее, новогоднее. В принципе есть чем заняться на новогодние праздники и после них, ну а если учесть, что еще впереди новогодний зимний марафон, то вообще дел не в проворот. Ну и сегодня мы с вами рассмотрим авиационные новинки, что же нам приготовили на дефсервере. Ну и начнем мы с целого спама F-84F. Данная машина вводится сразу в несколько веток. Естественно ветка США, Германии, Италии, Франции, ну и тут следует заметить, что еще во французской ветке эта машина будет представлена в виде према. Как я уже говорил, подвесное вооружение у этих машин одинаковое, ну и в принципе оно более-менее нормальное. Ну в принципе стоит отметить, что у машины неплохая управляемость, более-менее нормальная маневренность, но скороподъемность, вооруженность здесь не такая хорошая. Ну в принципе 8.7, чего ж мы хотели. Ну а в целом такая достаточно универсальная машина. Далее идут две шведские новинки, СААП-105 в виде линейного и премиумного самолета. Премиумный самолет чем хорош, то здесь есть две УРВП. И в общем-то это делает его достаточно интересным. БР-80 и у той и другой машины. Регулярный СААП не имеет уже управляемого вооружения, воздух-поверхность, но зато у машины прекрасное бомбовое вооружение, присутствуют нары и ракеты воздух-воздух. Бомбы сбрасываются попарно, это надо будет учитывать. Ну и еще одна новинка, Blackburn Buccaneer. Как вы можете видеть, есть у нас и УРВВ, есть у нас и Боллпапы, кстати, 4 штуки аж можем брать, плюс бомбы. Очень неплохой набор, прям очень неплохой набор, сдается мне танкисты будут страдать. Взлет убираем с шасси, ну и сейчас посмотрим, на что способна эта птичка. Есть у нас бомбовый прицел, видим это со взлета. Есть у нас баллистический вычислитель для неуправляемых ракет. Слушайте, ну прекрасный самолет. Есть у нас станция предупреждения об облучении. Отлично, просто отлично. Ну и как вы можете видеть, у Ягуара действительно появляется серьезный конкурент. Поздравляем британцев с еще одной замечательной машиной в ветке. Далее рассмотрим с вами итальянские вертолеты. Да, наконец-таки они появились. Ну и первое, что мы можем видеть, это переделанный ирокез. Да, итальянский ирокез, вот так вот он выглядит. Пока что мы можем подвесить с вами только 14 ракет снеп. Ну, 14 ракет снеп, это ну вообще ни о чем. Так что не знаю, не знаю. Ну, ирокезы мне всегда были симпатичны. И в общем-то в этом что-то есть. Другое дело, что подвесное вооружение, конечно же, крайне скромное. Но, возможно, все еще изменится. Напоминаю, это деф-сервер. Следующая машина уже поинтереснее. Здесь мы можем подвесить не только нары, но и даже есть второй тоун. Вот ее подвесы. Ну, действительно много-много неуправляемых ракет. Ну, хотя как много, 28 штук максимально. Пулеметные контейнеры имеются. Ну, и есть у нас второй тоун. Ну, и что радует, здесь у нас уже есть с вами тепловизор. То есть комфорта здесь будет гораздо больше. Пулеметы в действии. Ну, насколько они будут нужны в бою, большой вопрос. Ну, с другой стороны, при встрече с самолетами и вертолетами противника, пусть будет хоть что-нибудь, чем вообще ничего. Ну, и топовый итальянский вертолет Августа уже с турелью. И у него достаточно серьезное вооружение. Ну, впрочем, как и у премиумного образца. Как вы можете видеть, много смешанных сетапов. Ну, собственно, что мы можем взять? 76 гидр. Довольно неплохо. Есть у нас 8 хеллфайров. Тоже очень-очень неплохо. Ну, и второй ТОУ тоже имеются. Плюс ко всему, есть у нас УРВВ, Стингер и Нистраль, которые позволят вам выживать в боях. Как вы можете видеть, у нас есть тепловизор. Ну, естественно, это ведь топовая машина. Ну, и к тому же у нас есть захват сопровождения цели, что тоже немаловажно. Из минусов я бы отметил отсутствие баллистического вычислителя для неуправляемых ракет. Ну, и, наконец, наверное, главная машина патча. Ну, на данный момент, может быть, что-то еще добавят разработчики, но пока что это гвоздь. Это А7Д Корсар 2. 12 тысяч фунтовок, 6 бомб массой, 2000 фунтов каждая. Тоже очень неплохо. Ну, в общем, ребят, можно разгуляться. Бедные танкисты. Нарыв также присутствует. 114 майки маусов. Все замечательно. Есть и пушечные контейнеры, либо 30 миллиметров, либо можно взять вулканы 20-миллиметровые. Присутствует у нас и баллистический вычислитель, присутствует у нас и бомбовый прицел, воздушный тормоз, здоровый воздушный тормоз, надо отметить. Да, характеристики не располагают к воздушному бою, но, в принципе, есть в РВВ, и если повезет, можно их применить. Да, пока у машины нет ракет-класса воздух-поверхность, но, как сказали разработчики, все может поменяться. Ну что ж, поживем, увидим. Ну, а так следует заметить очевидное. У американцев появилась еще одна прекрасная машина, которая лихо выносит наземку. Советский Союз в этом обновлении ничего не получил, хотя это только первый деф. Но тут нужно оговориться, что в итоге можно приобрести и топовую советскую машину. Это МиГ-21 ПФМ, который можно получить за зимний марафон. Ну и на этом новости деф-сервера подходят к концу. Всем чистого неба и отличного настроения!